Вы, Ватсон, типичный, правоверный англичанин. Мы, англичане, консервативные и не любим перемен. Любой человек, который отличается от нас по образу мысли и жизни, уже кажется нам жуликом. Я должен был вас разгадать в первый же день эти опыты с гемоглобином. Ватсон, люди вообще очень ненаблюдатели. Все погружены в себя. Да. Но и себе люди очень мало знают. Вот вы, например, Ватсон, вы можете сказать, сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей? Восемь. Сколько? Семь. Десять. Десять. Первая скрипит. На седьмой два года назад меняли доску. Это мелочи. Мелочи. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений. На этом и построен мой метод дедукции. А как это выглядит на практике? Пожалуйста. Возле трупа полковника Эшби находят окурок сигареты. Сигареты той же марки лежат в портсигаре полковника Эшби. Кто, по-вашему, выкурил сигарету? Полковник? Так думает и полиция. Я неопровержимо доказываю, что полковник не мог этого сделать. Полковник носил большие пышные усы. А окурок сигареты был очень маленький. Он бы просто опалил себе усы. Да, да, да. Ну, потом по следам зубов на окурке, еще по кое-каким признакам. Я определяю убийцу. Это племянник полковника. Потрясающе.